Согласно данным опросов, почти половина россиян имеет дачи. Конец апреля – традиционное время начала сезона, а значит, многие обладатели пока еще не застроенных загородных участков приступают к возведению домов. С разъяснениями о том, где это можно делать, а где нельзя, поспешило выступить региональное управление Росреестра. Как отмечают в Росреестре, вопросы, касающиеся того, что и где можно строить загородом, к ним поступают от граждан довольно часто. Например, дом разрешается возводить только если человек собирается заниматься на участке садоводством для собственных нужд. А вот если это сельхозугодия, подлежащие особой охране, то никакие коттеджи там строить нельзя. Проверить категорию земель можно через портал Госуслуг или написав запрос в Госфонд данных, полученных в результате проведения землеустройства. Эти сведения предоставляются совершенно бесплатно в течение трех рабочих дней в электронном виде. И граждане могут сами посмотреть, подпадая данный земельный участок, под угодья или не подпадает. При этом фермеры могут строить только один дом не выше трех этажей и площадью не более 500 квадратных метров. И чтобы здание занимало как максимум четверть участка, который запрещается делить или уменьшать его площадь иным способом. В противном случае землю изымут. Другой проблемой, особенно актуальной для Тверской области, является возведение жилья вплотную к водоемам. Так вот, перегораживать доступ к воде нельзя, даже если это когда-то было узаконено. В некоторых случаях были прецеденты, оформляли земельные участки. Почему? Потому что в сведении ЕГРН не полностью до сих пор внесена береговая полоса. Если сейчас пытаются оформить земельный участок в собственность береговой полосы, мы это не допускаем и не даем такой возможности. Поэтому если граждане где-то заметили такие нарушения, то им следует обратиться в природоохранную прокуратуру. И та примет меры. Хоть бы если оформление участка в собственность вплоть до самого берега когда-то и было сделано по всем правилам.